Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга пятая. Глава 333. С темницами Хаджар был знаком хорошо. Почти так же, как и с тьмой. Возможно, потому что обычно эти двое ходили в тесной паре. Увы, при знакомстве с новой тьмой логичным продолжением стало знакомство и с новой темницей. Хаджар просыпался на самых разных кроватях, в том числе, спасибо бедуинам, состоящим полностью из обнаженных, готовых на все женских тел. Просыпался на жестких циновках и камнях. Просыпался на голой земле. Просыпался в темницах, в пыточных, головой на плахе, в недрах пещеры с драконом и даже на постели деревенского охотника. Но еще никогда Хаджар не приходил в себя, лежащим на поверхности густой, тягучей жидкости. Почему же он воспринял это как темницу? Все просто. Полностью обнаженный, он не мог пошевелить ни единым пальцем. Субстанция облепила его так плотно, что будто приклеила. А может, так оно и было на самом деле. Некто с дурным чувством юмора опустил его в ванну из дурно пахнущего клея. А зрея позвал Хаджар. Глаза постепенно привыкали к тьме. Учитывая невозможность повернуть голову, Хаджар получил от способности вновь видеть не так уж и много. Он увидел далекий свод, освещенный зеленым светом, бьющим из трещин. Судя по эху, зал, в котором он оказался, был велик. — Они попытались опустить ее в такую же смесь, — прозвучал знакомый голос. Судя по звуку, Эйнен лежал где-то рядом. — Но твоя кошка, да еще, заноза. Укусила, расцарапала лицо и скрылась. — А зрея, — повторил Хаджар, но уже совсем другим тоном. Почему-то он не сомневался, что его пушистая, четверолапая подопечная и здесь будет чувствовать себя в безопасности и сможет даже... Это было три недели назад. Ровный поток мыслей резко прервался. Три недели назад. Но ему казалось, что лишь вчера их обнаружили около входа в подземный город. С другой стороны, как-то он подзабыл, что находится не в санатории, а в темнице. Об этом говорило все, начиная от невозможности пошевелиться до знакомой депрессивной атмосферы. В общем, как рыбак издалека видит другого рыбака, так же и Хаджар с первого взгляда мог узнать казематы. — И это только то, когда очнулся я, — заметил Айнен. — Вряд ли они возились со зрея слишком долго, — сообразил Хаджар. — Скорее всего, ты очнулся почти сразу. — Согласен. В пещере повисла тишина, нарушаемая лишь хлопками крыльев летучих мышей. Спрятанные в полумраке, они наверняка пристально следили за двумя обездвиженными, но нападать не спешили. — Что произошло за это время? — спросил Хаджар. На личном опыте он знал, что меньше всего в темнице нужна тишина. Да, возможно, зачастую ты только ее и ищешь, но на деле лучше избегать. Стоит говорить с любым, кто готов выслушать, даже если это крыса, или того лучше, труп крысы. — Пугающе ничего, — Эйнен, наверное, пожал плечами. Хотя островитянин редко когда подкреплял слова жестами. Пару раз пришел некто, похожий на лекаря. Скажу тебе честно, северянин, на тот момент я завидовал, что не лежу без сознания, как и ты. Такой красавец, такая боль. Даже отсюда Хаджар почувствовал, как скривился лысый. Хаджар хмыкнул и вновь посмотрел на свод. Совсем не так он представлял себе первое посещение подземного города. Нет, фанфар и ковровой дорожки он не ждал, но и в каземате себя не видел. — У тебя уже готов план побега? — Даже несколько, — ответил Эйнен. И будто специально, дождавшись облегченного вздоха сокамерника, добавил. — Но для каждого из них мне нужен хотя бы один двигающийся палец. Хаджар грязно выругался. Следующие несколько часов он провел в московом штурме нынешней ситуации. Отчаявшись, даже обратился к нейросети, чтобы увидеть следующее сообщение. Вычислительный модуль находится в состоянии перезагрузки. Приблизительное время ожидания — 3 года, 4 месяца, 12 дней, 16 часов, 57 минут, 45 секунд. 44, 43. В общем и целом, ничего воодушевляющего. А если уже думал над этим? А может, и над этим тоже. Хотя вообще нереалистично. — Ну, я хотя бы стараюсь, — возмутился Хаджар. Северянин, я здесь уже третью неделю с летучими мышами в шахматы играю. И знаешь, что меня пугает? Иногда я проигрываю. Поэтому, что бы ты ни предложил, все это я уже обдумал несколько раз. Иногда Хаджар не понимал, шутит Эниен или нет. В данном случае он лишь надеялся, что в стрессовой ситуации в островитяне не проснулся юмор. На исходе шестого часа пребывания в сознании Хаджар понял — нет, не шутит. Он тоже проиграл в шахматы летучей мыши. Наглая зараза продолжала светить своими алыми глазами бусинками, внушая легкий трепет и немалое количество зависти. На десятый час Эниен и Хаджар разругались в пух и прах, обвиняя друг друга в незавидности положения. Они даже пытались переползти в чужую ванну, камеру, но клей крепко держал их на месте. Потом потянулись дни, лениво сменяя предыдущие с неспешностью степенно пасущегося буйвола. Все реже и реже Эниен и Хаджар беседовали о чем-то. Все чаще молча предавались глубоким медитациям. Клей обладал не только обездвиживающим свойством, но и какой-то странной способностью впитывать энергию. Стоило только попытаться освободиться с ее помощью, как субстанция начинала светиться, и сила буквально вытекала из тела ядра практикующих. Жуткая темница. Намного более страшная, нежели простой рабский ошейник с отравленным шипом. Он хотя бы был понятен и даже в чем-то знаком. «Хаджар», — произнес Эниен, — «не то, чтобы спустя еще две недели ему хотелось общаться. Просто губы и язык — единственные мускулы, которыми они могли пользоваться. Тут хочешь, не хочешь, а начнешь диалог». «Все еще здесь и никуда не ушел», — попытался пошутить Хаджар. «За это время их ни разу никто не навестил. Даже та рыжая, явно питавшая не самые светлые чувства к Хаджару, и она игнорировала их присутствие. Что удивительно, еды им не требовалось. Видимо, перерабатывая энергию, клей каким-то странным образом подпитывал своих пленников. Во всяком случае, Хаджару хотелось верить, что перерабатывал он именно ее, а не непонятно откуда берущиеся в кишечнике экскременты. «Что ты такого съел, когда на нас напал дракон?» Хаджар ждал этого вопроса. Удивительно, что Эйнен решил его задать только сейчас, спустя едва ли не полтора месяца их заточения. Ну ладно, в первые три недели он бы не особо дождался вразумительного ответа. Некоторое время Хаджар размышлял, ответить ему честно или нет. После Неро Эйнен стал первым, кого он бы с большой натяжкой мог назвать другом. Они также бились плечом к плечу, прикрывали друг другу спину, но что-то в их отношениях было иначе. Отсутствовала та искренняя безбашенность и готовность ринуться за товарищем хоть в бездну, «Хоть на плаху». «Тело феи», — прозвучал, наконец, ответ. После секундной тишины Эйнен спросил. «Чего? Что еще за фея?» Теперь пришел черед Хаджара помолчать. «В смысле, что еще за фея?» «В самом прямом, северянин. Что такое фея?» «Тайный эликсир твоей королевской семьи?» «Мистическое снадобье?» «Артефакт?» «Если подумать, то это действительно тянет на шутку, Эйнен. Но, признаться, твоя прошлое на тему говорящих летучих мышей была получше». Хаджар услышал бульканье. Такое уже было, когда они ругались, и Эйнен пытался освободиться из оков клея, чтобы придушить варвара. «Будь у меня возможность, я бы вызвал тебя на дуэль», — рычал островитянин, продолжая булькать. Хаджар скептически изогнул правую бровь. Увы, этот его жест оценила разве что пролетавшая мимо летучая мышь. «То есть ты действительно не знаешь, кто такие феи?» «Кто?» «Я думал, это что?» Хаджар фыркнул, потом кашлянул, а затем громко рассмеялся. Смеялся он долго и заливисто, так сильно, что заболел живот. После двух недель полной обездвиженности эта боль стала приятным разнообразием. «Чего забаскалишь, варвар неотесанный?» «Погоди», — с отдышкой произнес Хаджар, — «дай насладиться моментом». «Каким еще к великой черепахе моментом?» «Таким, когда я знаю чего-то, чего не знаешь ты», — «И Хаджар снова засмеялся, вздохнул, шмыгнул носом и протянул нечто наподобие «Ха-ах». «Так вот, что это за чувства, когда все вокруг кажутся тупыми?» «Тупым я тебя никогда не называл. Невежественным, да, но не тупым». «Спрашиваю в последний раз, варвар, кто такие феи и откуда ты про них знаешь?» «Косланец и богов. Будь у Хаджара возможность, он бы обязательно пожал плечами. А знаю, потому что мама в детстве истории рассказывала. Я думал, всем детям про них рассказывают. И вновь в ответ лишь тишина. «Эй, лысый, не молчи!» «Тишина!» «Эй, Нен!» «Успокойся, варвар!» — устало прошептала Эйнен. «Дай мне переварить эту информацию. Не каждый день тебе рассказывают о доказательстве существования богов. Увы, переварить островитянину ничего не дали. В зале послышались шаги, и впервые за все это время Хаджар увидел чью-то, помимо летучей мыши, морду. Глава 334 «Неплохо выглядишь, чужак!» Над ванной наклонился тот самый Пузан, заслонивший Хаджара от огненного заклинания рыжей ведьмы. Теперь, когда Хаджар мог разглядеть его поближе, то увидел весьма прозаичную картину. Слегка обвисшие, заплывающие жиром щеки. Такие совсем не присущи даже самым слабым практикующим. Во время тренировок, даже без учета медитации, фигура приобретает, пусть и не черты бога красоты, но вполне себе достойные. Только у тех, кто уже давно сошел с пути развития, мог появиться лишний жирок на боках. Ну или у тех, кому он требовался в рамках выбранного пути. От Пузана ничем из вышеперечисленного не веяло. Пусть Хаджар и не был даже истинным адептом, оставаясь на ступени трансформации, но если постараться, мог почувствовать присутствие частички духа в другом человеке. Так военение он ощущал влияние духов посоха и копья. В себе духа меча. Что же до Пузана, то в нем не было ни посоха, ни копья, ни дротика, ни демона и боги, палки. Ничего из того, что было бы знакомо Хаджару. Тем не менее, он держал в руках боевой железный жезл с цветным камнем в навершии. Сила же от него исходила вовсе не начальных стадий развития, а вполне себе крепкого практикующего, стоящего на грани становления небесным солдатом. «Что вы хотите от нас?» — спросил Хаджар, не прерывая зрительного контакта. «Мы?» — удивился Пузан. «От вас?» — видят вечерние звезды ничего. «Это вам, чужакам, понадобилось нарушить наш покой». «Тем, что оказались около входа в ваш город», — подал голос Эйнен. «Если бы вы почаще высовывались из своей норы, то заметили бы, что мы появились из пространственного разлома». Пузан повернулся в сторону соседней ванны, смерил Эйнена оценивающим взглядом и пожал плечами. «Появились ли вы из разлома, прискакали на пустынных воронах, прилетели на летающем ковре, или вас сюда бережно опустил яшмовый император, не имеет никакого значения. Чужакам вход в подземный город запрещен». Хаджар мог поспорить с данным утверждением. Он знал как минимум одного такого чужака, который проник сюда и, более того, стал учеником мудреца. «Южный ветер», — произнес Хаджар. «Мой учитель — Южный ветер. Он был учеником мудреца. Его печать со мной». «Южный ветер», — повторил Пузан, делая вид, что пытается кого-то вспомнить. «Южный ветер», — «Южный ветер». Не помню никого с таким именем. Он сменил имя на Вечный ручей, не оставлял попыток Хаджар. А еще на лидусский манер называл море песка жаркой долиной. Все еще ни о чем не говорит. Пузан продолжал разглядывать ванну, порой проверяя что-то, понятное и очевидное только ему самому. Делал он это весьма буднично, простыми отработанными движениями, будто уже давно не впервой ему заниматься подобной работой. «Тогда Сера», — Хаджар заметил, как невольно вздрогнул странный мужчина. Это внушало оптимизм. «Ведьма Сера. Она была женой моего брата. Не очень долго, правда, но все же. А мне, хорошим другом...» Хаджар не смог договорить. Пузан провел пальцами по жезлу, и в ту же секунду по животу Хаджара будто настоящий гигант ударил железным кулаком, невидимым, тяжеленным, воздушным кулаком. Вместе с хрипом из глотки Хаджара вырвалась струйка крови. Утекая по уголкам губ, она растворялась в зеленой жидкости. «Мы нашли ее амулет в твоих одеждах, чужак!» Голос незнакомца пропитался сталью и обернулся в холод. «Серу многие здесь любили и уважали, так что не советую больше произносить ее имени. Но еще один удар заставил Хаджара задергаться в рефлекторных попытках защититься. В этот момент он весьма отчетливо представлял себя на месте глупой мухи, запутавшейся в цепких паучьих сетях. Не знаю, как ты одолел одну из лучших учениц мудреца, но твоя ложь будет очевидна всем, кто хоть немного был знаком с Серой». Мужчина поднялся, повернулся к Эйнену и наградил его точно таким же невидимым воздушным ударом. «Меня-то за что?» просипел островитянин, также сплевывая кровью. Проигнорировав стенание Эйнена, Пузан вернулся взглядом обратно к Хаджару. «Сера никогда не любила мужчин», сказал он, «и многочисленные ее любовницы тому свидетельства. И не знаю, какую судьбу ты себе выберешь, но не советую попадаться на глаза ее сестре. В то, что ты смог убить Серу, не верит никто из знавших ее. Но Тилис это не остановит. Она поклялась, что отомстит за смерть сестры». С этими словами мужчина развернулся и пошел куда-то в сторону, недоступную взору Хаджара. Внезапно вспышка памяти пронеслась в сознании, и на его поверхность всплыло имя. «Рамухан!» окликнул Хаджар. Звук шагов стал тише, а потом и вовсе прервался. «Видит вечерние звезды, знает великая черепаха, слышит демоны и боги. Я бы тоже этого хотел, отомстить за ее смерть. Вот только, увы, нет того смертного, жизнь которого можно было бы положить на ее погребальный костер». Некоторое время в помещении висела гробовая тишина. Даже летучие мыши, до того весьма активно нарушавшие покой и безмолвие, испуганно притихли. «Расскажешь об этом, Тилис», слегка насмешливо ответил Пузан, еще более насмешливо добавил, «если доживешь». Шаги вновь возобновились, а за ними и глухой стук каменной двери, или, быть может, заслонки. Воображение Хаджара, разгулявшееся за время, проведенное в лицезрении неизменного потолка, и вовсе нарисовало откидной мост. «А ты уверен, что у тебя был брат, а не сестра?» с явной болью в голосе спросила и Нен. «В брате я уверен», хмыкнул Хаджар, «а вот в тебе не особо». «Удивлен, что тебя это интересует». «Я слышал, на севере все строго с мужеложцами». «Говорят, они у вас не доживают и до сорока весен». «Никогда этого не понимал, но, тем не менее, за полгода ни разу не видел тебя обнаженным». «Демонстрация ноготы». «Лицо островитянина, судя по тону, наверное, перекосило, как отцу дороги. Все же ты действительно варвар. На моей родине человека голым видят только его родители, пока он еще не может самостоятельно помыться, а затем либо жена, либо муж. У всех свои причуды». Еще некоторое время они спорили на тему ноготы и варварства отдельно взятых регионов. Хаджар никак не мог понять, что такого уникального островитяне обнаружили в ноготе, а Инен, наоборот, давил на термин «срам». Таким легким, пустым диалогом они пытались снять стресс и напряжение. Все же, чем сильнее воин, тем труднее ему дается осознание собственного бессилия. А в данном случае это самое бессилие было щедро приправлено темнотой и темницей. «Постой, Хаджар!» Голос Инена стал серьезным, хотя островитянин вообще был скуден на эмоции, но Хаджар уже давно научился различать мелкие тонкости в его интонациях, что он имел в виду под «выберем судьбу». И в очередной раз, будто горожане только и ждали момента, чтобы эффектно появиться, в темноте зазвучали шаги. «Зазвучали шаги» «Зазвучали шаги»